здравствуйте друзья это Анапа сегодня 20 мая 2019 года но я снова здесь у места впадения речки Анапки в черное море напоминаю что купание здесь запрещено летом сюда обычно приходят люди с детьми думают что здесь мелко и водичка вроде бы чистая на самом деле конечно купание в ней запрещено табличка я думаю появится а почему потому что там выше по течению живут утки другие птицы которые естественно в эту речку активно гадят и вообще всякую гадость конечно здесь несет я за кристальность Анапки поручиться не могу это раз во вторых я смотрю на яхт-клуб который в общем-то закрыт посуду но вот я не знаю рабочий продолжает красить крышу видимо на что-то надеются потому что в общем-то 10 дней дали на снос всего этого яхт-клуба и в общем-то приставы предупредили что если владелец не не уберет эти конструкции это строение то этим займется государство ну во вторых вот я смотрю здесь машина стоит смотрите вот кто-то приехал и вот так нагло здесь машину поставил сколько раз говорится уже и мэр поляков и активисты наши городские ну что это вообще неуважение к людям отдыхающим и во вторых это нарушение просто когда машину здесь вот пригоняют это же пляж вот поэтому вот я власти прошу обратить на это внимание машину я думаю номер видно у 045 кх 90 регион вот так что интересно чего ее тут поставили и где хозяин обычно хотя им там где-то рядом прогуливается там или рыбачка ну и третье должен сказать что сегодня погода хорошая и солнечная хотя переменная облачность и море здесь вот в районе анапки чистое вот такое море в общем-то должно быть в анапе но к сожалению не всегда но такое у нас и я показывал вот буквально съемки совсем недавно здесь вот море чистое центральный пляж чистый а дальше там вот от кристалла пансионата кристалла куда я всегда ездил отдыхать каждый год потому что там находил всегда зачастую чистое море а там как раз комка буйная такая комка и мало того что она в районе пансионата кристалл она еще и тянется дальше на протяжении 12 километров я вот на своем велосипеде и где-то пешком отмахал целых 12 километров до жемчужины россии до пляжа жемчужины россии и на всем этом протяжении море меня не радовало оно было грязное все в комке а здесь вот нормально я думаю ну как то вот тут же не предугадаешь много чего от этого ну как бы вот на состояние моря влияет и ветер и может быть какие-то там подводные течения не знаю температура воды ну вообще комка анапска это загадка не один значит мой подписчик в контакте написал что занялись бы вы александр проблемой комки сделали бы специальный блог вот именно таким исследованием наблюдением видимо этот человек тоже давно уже следит за состоянием анапского побережья моря ну я не знаю я думаю я думаю многие уже об эту проблему сломали зубы а дело я не знаю вообще стоит ли над этим как-то биться и как-то решать эту проблему убирать ее да наверное надо думать о том как и куда и каким образом сочные воды сочистных сооружений выводить я думаю тоже об этом уже давно и руководство города и экологи позаботились вот этот товарищ который мне написал он сообщил что ну по его сведениям вода достаточно идет чистая но не чистая она идет просто очищенная соответствующая всем нормам санитарным но в ней все равно повышенная минерализация вот и она является для вот этих водорослей кладофор и бродячий своеобразным удобрением вот когда мы свои там грядки огороды и поля поливаем удобрениями у нас же там очень хорошо все растет ну и кладофора это тоже растение только вот такое морское водяное и она тоже растет причем вот как он пишет она свой объем увеличивает за сутки в два раза то есть вот так вот в геометрической прогрессии она увеличивается ну вот что еще сказать вот иду вода вода нормальная пляж хороший это пляж еще раз говорю у анапки ну здесь янтарь по моему голубые дали ну и в общем все эти пляжи пионерского проспекта они вот здесь тянутся это новая стройка всю зиму авральным способом здесь работали строители но не знаю как она запустится этим летом или нет в этот сезон что я как-то в это не очень-то верю ну а я сейчас где-нибудь вот расположусь и как и обещал сделаю обзор новой газеты все для вас я расскажу о стоимости жилья квартир и домов эта тема у меня она на канале присутствует есть специальный плейлист кто интересуется этими ценами и вообще покупкой жилья в анапе могут и это видео посмотрите новое и старые зайти сравнить может быть что-то там интересное будет ну а я расскажу о своих тоже каких-то наблюдениях вот именно и мыслях которые посещают меня вот при чтении просмотре этой газеты ну вот все хорошо вот прямо иду и мне прямо вот приятно за нашу анапу что здесь море чистое хотя заслуг никаких городских властей в этом нет природа природа друзья вот но городские власти можно поблагодарить вот за то что здесь вот песок так немножечко взрыхлён просеем грязи я здесь не вижу это тоже хорошо температуру воды я никогда не измеряю я измеряю ее только собственным телом и собственными ощущениями я как-то не очень доверяю всем этим градусникам потому что вот правильно сказал один блогер недавно он измерял температуру вот закинул прямо здесь в волну стоя на берегу и у него показалось 24 градуса ну и куда ж конечно на мелкоте в какой-то там лужице она и будет 24 но стоит немножечко хотя бы на метр зайти уже температура понизится один мой знакомый работник так скажем порта и место стоянки яхт на утрише он мне тоже рассказал что температура я бы сколько температура вот воды по твоим как говорится данным он мне сказал 19 градусов и я так вообще удивился потому что утришь это же ну там глубина все-таки а где глубоко там и температура естественно ниже вот ну вот у него такие данные там я вот как-то шел по берегу и на одном из табло я вам показывал ну вернее табло сам не показывал но говорил об этом там показывала всего 10 градусов вот ну это что-то слишком мало потому что вот этот вот работник порта мне сказал что 10 градусов это температура вот разгара зимы он говорит не меньше 10 градусов в море температура вообще не опускается ну вот так вот поэтому надо пробовать конечно но судя по тому что купающихся сегодня тут нету такого изобилия вот единичные вот случай вот вот там он кто-то купается голова торчит да и людей конечно на пляже мало вот я прохожу проезд золотой берег знаменитая место где раньше лежала бревно очень большое бревно очень красивое бревно но украшала как-то берег вот ну вообще выброшенные и вычищенные морем выбеленные шлифованные вот такие стволы деревьев они мне кажется очень вписываются тем более вот в такие вот пейзажи в дюны но вот то бревно убрали послушные работники жилищно-коммунального хозяйства который 10 на пляже занимается наведением порядка по указанию мэра ну вот теперь бревна этого нету ну чистая вода чистая вода здесь вот района нафте друзья я сюда приехал на велосипеде буквально за пять минут пешком от моей старой квартиры 20-25 минут ну смотря кто как ходит я хожу лично быстро вот поэтому квартира с июля месяца свободно пишите мне в комментариях или там на электронную почту звоните договоримся ну я считаю что вот вот на данный момент если сейчас отдыхать в этой квартире да очень хорошо не надо никуда ездить вот прошел как раз можно выйти на вот этот яхт-клуб и купаться вот в море дай бог чтобы оно было таким же чистым и народу здесь вот всегда меньше всегда меньше вот а ходьбы то здесь ну что вот я сейчас прошел вот не спеша смотрите за хронометражем этого видео я его не монтирую это идет единый такой непрерывный ролик поэтому все это можно посмотреть тем более там детский парк зеленая зона вот я смотрю вынесла кусок гудрона ну это здесь очень редко бывает очень редко вот поэтому очень удобно парк развлечений остановка транспорта отделение сбербанка банкомат уралсиб розбанк сельхозбанк все это рядом два магнита до восточного рынка можно дошагать аптека линоводочный хороший очаково буквально за углом почта она правда сейчас на ремонте но думаю скоро откроется уже ремонт сделан детская площадка во дворе детская площадка рядом летом на летний период в школе которая буквально в минуте ходьбы от нашего дома открывается столовая очень такая хорошими ценами я думаю люди кто отдыхали в районе 5 школы они подтвердят в общем много вот достоинств у этой квартиры которую я сдаю вот поэтому давайте с июля месяца квартира свободна вот и дуги с ракушки море хорошее вот но мне надо где-то газету сделать обзор и надо чтобы тихо было чтобы тишина была блять и так друзья я заканчиваю свой вот этот вот сюжет ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ставьте нажимайте значок колокольчик чтобы получать уведомления смотрите моё видео по подсказкам и по конечным заставкам также читайте описание там тоже очень много интересной информации для вас всего доброго до следующих встреч